В первый день весны профессиональный праздник отмечают специалисты по гражданской обороне. К ним с подарками и открытками отправились сотрудники Госпожнадзора и Добровольного пожарного общества. Дарят сегодня извещатели, дымоуловители. Подарок, который, надеются, никогда адресатам не пригодится. Пожарный извещатель автономный крепится на потолок. Он при возникновении задымления своевременно оповестит людей, находящихся в этом помещении, в этом здании. О появлении задымленности и даст сигнал о том, чтобы люди покидали это здание. Вячеслав Щевелев в погонах 41 год ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС. За это несколько наград на груди. В регионе долгое время работал начальником штаба по гражданской обороне. На пенсию вышел в звании подполковника. Мирное время – это защита от различного рода ситуаций. Они бывают природного, техногенного. Убедилась антитеррористическая безопасность. И вот здесь в организациях, предприятиях людей обучают действовать в таких ситуациях, чтобы было быстро, оперативно, правильное реагирование. К культуре безопасности всю сознательную жизнь население приобщает и Сергей Воронин. Праздник он встречает на работе. Трудится начальником группы противопожарной профилактики в театре. Роду своей деятельности мне приходится проводить инструктаж. При приеме на работу, вновь поступающих, уже знают номер пожарной охраны, знают номер, значит, единой службы спасения, значит, 112, знают номер милиции. В восьми школах города в честь Дня гражданской обороны сотрудники Госпожнадзора провели классные часы. Рассказали учащимся, как нужно вести себя в случае возникновения радиационной или техногенной угрозы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.